так это нью-йорк манхэттен из 44 перекресток с 3 авеню сейчас я пойду в сторону из три вера и посмотрю чего там ну вот это вот заведение будочка вот это вот стоит это ценник у них есть почем что то есть это halal food арабская еда ну едят все кто не боится за свой желудок самый дешевый способ перекусить и вот их таких этих будочек стоит по городу наверное тысячи потому что они везде ну а по качеству еды наверное это уже каждый решает сам так вот парковка и вот стоимость паркинга 16 долларов плюс налог налог процентов около десяти в общем не дешево так тут стройка идет варк оверлок Вот что интересно, в заборах строительных делают такие окошечки. Наверное, это не для того, чтобы я мог посмотреть, что там у них происходит. Хотя и в том числе. А скорее всего, для всяких контролирующих организаций, которых в строительстве тоже хватает. Вот цены на паркинг в Нью-Йорке. Значит, 10 долларов за полчаса. А, так вот, на стройках все они огорожены примерно такими заборчиками. И в этих заборчиках вырезаны такие окошечки. Ну вот, я предполагаю, что это для того, чтобы инспекторы строительные могли в эти окошечки заглядывать и смотреть. В касках они работают без касок. Нарушают они, что-нибудь не нарушают. Ну и для таких любопытных, как я. Чтобы могли они посмотреть, чего там делают. Так, индийская миссия при ООН. Да, здесь же мы к ООН подходим. Значит, здесь должно быть много всяких представителей. Каждая страна свое представительство имеет в ООН. Так, ну не знаю, как будет видно. Снимаю на ходу. Ад, камера трясется. Так, вот надо. Осталось 5 секунд, надо успеть перейти. Две уже осталось. Одна, я уже на середине дороги. А это уже вторая авиация. Вот сейчас все поедут. Так. Все, уже вторая. Так, памятник. Чему? Там что-то написано. Зума. А, женщина закрыла. Так, Зума. Зума. Билли. Омадеша. Ну, видимо, надо искать. Это, наверное, фамилия. Имя. Так. А, вот уже. Где-то рядом и берег, и стривера. И там стоит комплекс зданий Организации Объединенных Наций. А, ты, наверное, половина бродящего здесь народа. Абсолютно. Работники ООН. Так, вот. Чего это? Ага. Представительство. Постоянное представительство ООН Республики Египет. Ну, правильно. Значит, все представители здесь. Стараюсь в лицо прямо камерой не тыкать людям. Не всем это нравится. Так, апартаменты в аренду сдаются здесь. Да, да. Так, а это что такое с корабликом? Так. Ага. Это представительство Кувейта. Это у них такой кораблик. Это, наверное, герб у них такой. Ничего так. Кувейт не бедное государство. Ага. А это уже... Это уже... Это уже здание... ООН, видите? А... Два. United States... United Nations Plaza. Один и два дома. Значит, здесь уже какие-то есть... ООНовские представительства или еще что-то. Так. UNICEF. Это одна из организаций ООН. Можно по-разному относиться к этой организации, но на сегодняшний день это реально единственное правительство мировое на нашей планете, где могут быть собраны все руководители стран и принимать какие-то... Ну, сложный, конечно, процесс. Принимать какие-то устраивающие всех решения. Ну вот. Приглашены, по-моему, на апрель. Они опять будут решать вопросы, связанные с климатом. Ну все. Вот это вот... Купол. Здание, где проходит Генеральная Ассамблея ООН. Это когда собираются делегации всех стран. На сегодняшний день, по-моему, 193 страны или 4 находятся в ООН. Вот эти вот флагштоки. Сейчас покажу. А ну вот еще, видите, еще одна такая же будочка, как я показывал. Вот тоже самое. Запах от них идет, кстати, вкусный. Вот. Так, вот флагштоки. Все равно запах идет. Ну, пища там с майонезом, с соусами жирной. Некачественная. Так, значит, вот эти вот флагштоки, на них вывешиваются флаги всех стран. Страну ООН, когда идет заседание Генеральной Ассамблеи. Если флагов нет, значит, нет заседания Генеральной Ассамблеи. А вот флаг вот этот голубенький, это флаг ООН самой. Значит, вот это вот здание Генеральной Ассамблеи, а вот рядом здание Секретариата ООН, вот это вот высокая, большая стекляшка такая широкая. Вот ее показывают с воды, с нижней точки, с эстривера. Поэтому мне всегда казалось, что это здание ООН самое большое в Нью-Йорке. Всего-то 39 этажей. А вот это вот сбоку здание, ну, тут 3 или 4 этажа. Это здание библиотеки ООН. Так, теперь я попробую перейти на ту сторону. Вот светофор загорелся. Подойду к забору ближе. Так, это первая Авеня. Вот это вот первая Авеня. А за этим комплексом зданий протекает эстривер, который не река, а морской пролив. Ну, с той стороны там служебный вход, а с этой стороны, насколько я понимаю, заходят те, кто ходит сюда на экскурсию. Ну, подойду поближе, посмотрю. Ну, вот что тут видно. Вот так. Домики стоят явно повыше, чем здание секретариата ООН. А, ну, вот солидно, конечно. Да, хозяева расположились как положено. Значит, у Соединенных Штатов Америки тоже есть свое представительство при ООН. Вот оно. А, значит, написано. United State Mission в Объединенных Нациях. И вот такой флагшток суровый. И флаг висит. И вот такое вот здание. И не удивлюсь, если все его занимает. Так, пропускная система. Строгая, конечно. Но работников-то тут много. Поэтому она должна быть строгая. В то же время быстро бегать. Вот так вот защищаются от машин. Села батарейка, заменил. Так я про мусор говорил. Значит, не валяется он здесь все время, а просто в определенные часы отсортированный мусор. И определенная вот эта вот бумага. Вот бумагу надо в прозрачных пакетах, чтобы видели, что там лежит бумага. В определенные часы этот мусор выкладывается вдоль дороги. И приезжает машина, забирает. Вот это все жестко по расписанию. Вот, и не просто все. Штрафы за нарушения большие. В этом образом наводят порядок. Иначе город тут не успеешь оглянуться. Он огромный. Он завален будет мусором. Поэтому вот таким образом. Так, вот магазин. Шпионский. То есть тут спайшоп написано. Значит, всякая аппаратура. Фото, видео. Подслушивающие, наверное. То, что можно продавать, то здесь продается. Ну, сейчас на китайских сайтах типа Алибабы все, что хочешь есть и дешевле, и быстрее. Так, перехожу через вторую авеню. Вот так вот машина ждет меня. Осталось еще 5 секунд. И пойду дальше по 45. Так, грязь, конечно, есть. Но лужа тоже есть. Ну, это 45-я стрит. Она такая не основная. А стриты с авеню отличаются тем, что они по ширине разные. Если авеню 30 метров, то стрит 16. Но не все из них. Ну, они как все стриты равны, но некоторые ровнее. И вот 14-я, 23-я, по-моему, 34-я, 42-я, 57-я, 72-я, 96-я, не помню сейчас уже точно все подряд. Вот они по 30 метров. То есть некоторые из этих стритов шире. По 30. Поехать, проехать по ним, вот по этим узким, обычно затруднительно, потому что вот становятся такие вот траки, которые под разгрузку. И куда им деваться, действительно. Надо где-то останавливаться. Вот, кто-то паркуется, кто-то подъезжает, кто-то отъезжает. И поэтому занято бывает. Так, ну, видите, паркингом, навалом. То есть может быть, может быть, для постоянных клиентов и для тех, кто постоянно ставит на весь день машину, наверное, все же дешевле, не 20 долларов в час, потому что, ну, 8 часов работать, еще там, что-то, ну, в общем, около 200 долларов в день платить за парковку. Мне кажется, это как-то дороговато. Так. И вот я все отдаляюсь от из тривера. Ну, вот, про эти вот будочки я говорил. Видите, их тут много. Но, кроме этих будочек здесь хватает, где покушать. И в других местах есть известные сети, которые по всей Америке вон я вижу. кроме Макдональдса и Бургер Кинга от Вон. Вот у нас подряд они, вон, Данкин Донатс, Вендис, Сабвей. Вот это все места, где можно перекусить. Но, кроме них, есть еще и такие не сетевые, то есть, не копируемые. мы там в тысячах экземпляров. Это уже третья. Да, третья. А такие в единственном экземпляре. И они тоже пользуются успехом. У них обычно складывается какой-то свой состав клиентов. ну, вот-вот, наподобие вот этого вот. Даже не... Что тут такое? Патса? Коломаки какая-то? место, где можно перекусить. Что они там дают? Омлеты, пенкейки, яйца. Вот. То есть, можно и позавтракать, и пообедать. Ну, а рядом другое похоже. То есть, здесь, когда идешь, вот, камера не передает запахов. Вот. Здесь со всех сторон идут запахи еды. и такие не не отвратные, а такие нормальные, приятные запахи. То есть, покушать тут. Так, это магазин типа сантехники и хостовары. Ресторанчики японские и итальянские. Ну, вот, виднеется то, что по всей Америке Старбакс. А, это место, где люди могут попить нормального кофе. Ну, что, Макдональдс старается, но у них пока кофе, конечно. Ну, вот образцы еды, которую можно купить в этом ресторанчике. в общем, если вы хороший повар, то работу в Нью-Йорке найти, наверное, можно. Вообще, всех, кто что-то умеет делать нужное людям, то здесь можно найти свое место в жизни. так, все, прекращаю такую съемку, потому что самому не понравится, камера дрожит, я тут иду, вот, сейчас остановлюсь. Значит, вот так вот выглядит штраф за неправильную парковку. Вот в этом красном конвертике лежит квитанция. И там написано, какая машина, в какое время, где стояла и сумма штрафа. Ну, если в Крутлине это 50 долларов, то здесь это, наверное, дороже. Вот водитель пришел, видит он эту квитанцию, не видит. А, он оплатил проезд. Он кладет билетик, этот маленький билетик, это за проезд. А, PC Richard Cisan, это магазин телевизионных всяких радиотоваров. Ну, значит, он работает в фирме. Если штраф придет, то фирма будет разбираться, он по работе ездит. Так, это у нас Лексингтон, а именно. Значит, Лексингтон названа в честь города Лексингтон, в котором произошли первые первое сражение, первое столкновение вооруженное английской регулярной армии с минитменами, добровольцами, которые защищали независимость Америки. В общем, с этого боя в Лексингтон, с этих выстрелов началась война за независимость США, которая длилась восемь лет, ну и закончилась победой нового американского государства. Так, выключаю камеру, надо останавливаться, потому что так на ходу снимать, меня будут потом ругать специалисты. Вот, вот так вот буду снимать, стоя на месте, чтобы камера не качалась и стараться без зума. Вот, то как-то люди ее раздражают. Значит, это я стою с тыльной стороны Гранд Централ Терминала. Вот, и здесь вот, видите, с одной стороны наверху дорога, и сейчас медленно повернусь, и с другой стороны наверху дорога. То есть, машины, которые едут и утыкаются в вокзал Гранд Централ Терминал, они поднимаются наверх и объезжают его на уровне второго этажа. Вот так вот сделано. Ну, а здесь над Гранд Централ Терминалом нависает вот этот Мэтт Лайф Билдинг. Сейчас все-таки зум сделаю, покажу надпись. Мэтт Лайф. А, так вот, этот небоскреб, в отличие от Крайслер Билдинга, который я вчера показал, этот небоскреб считается самым некрасивым небоскребом Нью-Йорка. Так, это Хелмс Лей Билдинг. Вот он. В общем, все какое-то высокое, пока заглянешь на самый верх, так, все, выключаю, а то уже опять начал снимать на ходу, иду. Так, а вот Старбакс. Вот, это Старбакс со старой вывеской, смотрите, какая витая. Вот, значит, он один из первых. и вот эмблемка их русалка. Значит, это целая история с этим Старбаксом. Значит, трое друзей, один писатель, один не читатель, учитель, и третий был писатель, учитель, журналист, вроде бы. В общем, у них у всех троих была одна книга любимая. Они были учредителями этого заведения Старбакс. Магазин, в котором продавался кофе оригинальный, настоящий. Вот, и это все было в единственном экземпляре. этот был магазин, и назвали они этот Старбакс по имени помощника капитана, старшего помощника капитана из китобойного судна, из книги Моби Дик. Ну, и магазин работал довольно успешно, потом к ним присоединился еще один человек, который был очень предприимчивый, предприниматель. Он выкупил у них этот бренд и этот магазин и развил эту сеть по всей территории Соединенных Штатов. Ну, и в память о том, как это начиналось, вот это эмблема русалка для моряков. Вот таким образом. Вот это улица Вандербильд Авеню. А почему здесь улица Вандербильд Авеню? Потому что вон там виднеется Гранд Централ терминал, а Вандербильд жил был международный магнат, и это благодаря ему этот вокзал, Гранд Централ терминал, кстати, крупнейший в мире вокзал, там 60 с лишним путей железнодорожных подходят, все платформы под низом. когда это строилось в начале 20 века, все железные дороги, которые подходили, они все были сверху, это было что-то невообразимое. И вот тогда сделали такой строительный проект, выкопали под каждую железную дорогу туннель на уровень второго этажа, и опустили все эти железные дороги вниз. 10 лет строители, а какие строители? В основном эмигранты, ирландцы, европейцы, в общем, все, кто приезжал, мужчины, шли работать. Лопата и тачка, основной инструмент, и все это перекопали, опустили все железнодорожные пути под землю. Сейчас, если на вокзал туда зайти, все платформы внизу спрятаны. Сегодня железные дороги в Америке развиты. Не так сильно пассажирское движение, как это было раньше. Дешевле получается на небольшие расстояния ездить на автомобиле, а на большие расстояния летают на самолете американцы, и больше им, в принципе, эти поезда не очень-то и нужны. И билеты на поезд от Рузвельт отель. Билеты на поезд дороже, чем на автобус в два, а то и больше раза. Поэтому автобус или автомобиль или самолет. А железная дорога, она осталась, вот этот Гранд Централ терминал, центральный вокзал, только пригородное сообщение. Это достаточно удобно и работает. так, вот улица Мэдисон Авеню. Мэдисон Авеню названа в честь, ну, там, где Гранд Централ терминал, там, кроме Вандербольд, там парк Авеню. Это переименованная четвертая Авеню. А Мэдисон это был один из президентов США. Ну, первый Вашингтон, второй Адамс, третий Джефферсон, а четвертый вот Мэдисон. Его считают автором Конституции. Он был самый маленький по росту президент США. Мелкий голос у него был тихий-тихий. Такой даже не ботаник, а еще более ботанический человек. Весь ушедший в мир теории, книг он и считается автором Конституции. Но умнющий и мудрющий. Когда он начинал говорить своим тихим голосом, все замолкали и очень сильно его слушали. Вот он был президентом США два срока. Жена у него была боевая. Вот она стала первой леди и заложила традицию, что жена президента тоже активно участвует в общественной жизни и политике. И вот эту традицию заложила жена Мэдисона. В память об этом человеке названа эта улица. Ну вот это для удобства строителей. То есть что-то ремонтируют, строят мусор, чтобы каждый день не вывозить. Вот они вот такой контейнер тут ставят и выбрасывают туда. Но все это не просто так. Все это контролируется, оплачивается. стейк-хаус. Вот это вот стейки. Хорошее такое заведение, где вкусно. Так, опять иду на ходу, снимаю, выключил. Так, ну я уже дошел до 5-ой авеню. Вот она 5-ая авеню 5-ая. Вот это самая прославленная, самая известная улица Нью-Йорка. На ней находится масса достопримечательностей. И кроме того, это одна из известнейших торговых улиц. Здесь собраны все мировые бренды. Вот сейчас перекресток 45-ой и 5-ой авеню. Ну вот туда, если посмотрим, мы видим Grand Central. Empire State Building. Он тоже стоит на 5-ой авеню. И в общем долго-долго можно перечислять, что тут на 5-ой авеню находится. Ну и наверное одна из самых дорогих арендных плат здесь. Вот за торговые площади. Магазины здесь крупные бренды держат. Из престижа. Ну и наверное богатые люди. Им удобно. Они приходят. По одной улице прошелся и все покупки сразу сделаны. Ну они богатые в интернете покупают. Так вот теперь я пойду по 45-ой в сторону 6-ой. все простите меня не буду выключать камеру потому что как-то хочется все показать вот как я иду смотрю так и вы посмотрите потерпите из машины удобнее конечно снимать камеру зафиксировал доед себе но как-то вот когда пешком можно остановиться что-то разглядеть но я не помню уже наверное вот я сколько иду уже наверное 5-й или 6-й по счету Starbucks оказывается видимо их больше чем McDonald's в McDonald's как-то не попадался хотя McDonald's себя позиционирует таким образом что их сеть по всей Америке ресторанчики эти McDonald's расположена таким образом что находясь в любой точке США в течение 7 минут вы от одного ресторанчика можете доехать до другого вот такая насыщенность этой сети Анталия ресторан и вот среди всех этих магазинчиков и ресторанчиков и китайский тоже здесь Chinese Кафе Манхэттен так просил меня просила меня одна девушка заснять дом Мадонны ну вот вот этот дом похож но до дома Мадонны я еще не добрался как-нибудь доберусь капает сверху вода на камеру не залило водой все так ладно выключаю пока здесь среди всех этих небоскребов сделана вот такая небольшая площадочка от парк можно сказать маленький плаза называется площадь но табличка стоит вон заметил сейчас спасибо вам за то что вы не курите то есть курить тут нельзя отдыхайте но не курите так и вот ребята убирают изо всех сил снег сейчас посмотрим значит вот у него такая приспособа разбрасывающая это все счастье одно мне кажется в умелых руках вот этот инструмент под названием лопата поэффективнее будет чем вот это вот тарахтелочки ну парни тут все используют и работают очень энергично так пойдем дальше а дальше у нас сейчас будет 6 а меня потом с курением борются курение не разрешается ближе 25 футов от любых входных дверей а 25 футов значит фут это 30 сантиметров и 25 футов это где-то 8 метров ну а 8 метров получается от двери вот аж до тротуара они на тротуаре курить не разрешают ну вот опять это будка с едой так часы нювелир жить мирно насколько это у них получилось это надо у них спрашивать улица называется americas в честь этой идеи вот она туда пошла на юг и туда она пошла на север в сторону гарлема и бронкса а я сейчас пройду один блок за 7 и окажусь на тайм-сквер тайм-сквер это у нас перечтение бродвея и седьмой авене ну вот желтое такси их тут 13 тысяч по моему 800 катается по манхэттена ну и сейчас им серьезную конкуренцию составили машины уберы или югеры правильно называть те которые вызываются по интернету через смартфон и но про такси вообще-то я хочу снять отдельно что-то довольно длинная история рассказать про все виды такси которые есть в нью-йорке спокойно подумать сумбурно не получится а сегодняшняя прогулка получилось просто вот просто прогулка по улицам нью-йорка манхэттена в частности вот как человек вот пошел и просто вот что он видит сэнки варивать так это мне предлагали взять диск с песнями этого молодого человека но я другую музыку люблю так не а ну почему я диск не взял как бы значит человек этот диск записал он спел эти песни он предлагает всем ну и понятно что надо его за это отблагодарить мне эти песни не нужны я наверняка не пойму о чем он там поет и скорее всего мне это не будет интересно поэтому я вежливо отказался он найдет своих соотечественников которые будут влюблены от и пусть ему будет успешным и знаменитым вот и может быть я когда-то вспомню что отказался взять у него диск буду об этом жалеть но пока я сделал так вот так что это за вот гостиница видимо ну опять это старбакс и а Продолжение следует... Продолжение следует... Есть большие, есть поменьше... Есть очень популярные эти бродвейские шоу... Ну вот Король Лев рекламируется там... Что еще? Чикаго, Мамма Мия, Призрак Оперы... Вот, это те, которые по много лет... Ну и кроме них еще... Три десятка других бродвейских шоу... От спектаклей... И если нет наполняемости зала, быстро-быстро заменяют, выпускают другое... В общем, здесь борьба идет... В сфере искусства тоже... Вот, я вышел на Таймсквер... Здесь у нас пересекается... Пересекается Бродвей... Вот Бродвей вот туда пошел наискосок... Вот это Бродвей... А вот это, которая прямо... Седьмая Авене... И вот они пересекаются... И здесь получается вот эта вот площадь... Вот ее дальняя оконечность... Вот это вот здание... Это сорок девятая... Сорок седьмая там... Седьмая там... Седьмая стрит... А... Вот... В ту сторону... Вот эта другая... Оконечность... И... Вот там вот... Этот... Новогодний шар... Ой, потерял... Где он? Прицел надо... А, вот он этот... Новогодний шар... Год уже шестнадцать... И вот там она начинается... И вверх вот так вот идет это... Тайм Сквер... Названо так, потому что когда-то здесь была... Редакция... Розеты... Нью-Йорк Таймс... И вот в том здании, где новогодний шар... Она располагалась... Потом они переехали... В другое место... Ну а название осталось... Вот я сейчас здесь пройду... По Тайм Сквер... И дойду... До метро... И поеду... В Бруклин... Ну, народу немного... Сегодня вторник... Будний день... Это, кстати, у нас... По счету какой... Вчера был... Понедельник... Вторник... Второй получается день... После... Этого снежного шторма... Ну, снег еще остался... Ну, в общем-то уже... Подрастаю... Сегодня в 5 градусов тепла... И... Температура будет повышаться... К выходным... Будет 8... Так что... Зима все же еще впереди... Но я думаю еще в феврале будет... Всего... Ну, это... Воины... Из... Всяких... Ну... Литературных... Произведений и комиксов... Их основная работа... Сниматься... Ах... Так... Полиция работает... Ну... 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 Давай, Рома... Значит, вот это вот... Призывной пункт... В американскую армию... Дядя Сэм... На плакате... Говорит... I want you... И показывает пальцы... Призывают во фронт... В авиацию... В армию... И... В морские... Пехотинцы... Значит... Вот написано... Открыто... Заходите... А... И будут с вами разбираться... Достойны вы или нет... А сверху крутится ролик... А... Об американских солдатах... Армия добровольная... Принимают не всех... Отбор идет... Ну... Не все, кстати, и поступают... Не все, кстати, и хотят... Проводят работу большую... Работники вот этих вот... Их много... Этих... Пунктов призывных по городу... И вообще по Америке... Везде... А... Не так, как вот работник военкомата... Попал туда... И всю жизнь там служат... А... Там действующие офицеры... И солдаты... И сержанты... И вот они... На год где-то... Может чуть больше... Они командируются... В эти призывные пункты... Для того... Чтобы они... Молодежи... Могли рассказывать... Как реально в армии... Что происходит... Где они были... То есть... Они не... Паркетные... А... Нормальные... Военные... А от которые... Могут молодежи... Рассказать так... Как оно есть... Они проводят... Различные мероприятия... В школах... В других учебных заведениях... Показывают... Лицо армии... В положительном... В виде... А... Плюс... Те... Допустим... Спортивные соревнования... Там какие-то... Культурные мероприятия... Там концерты... А... В общем... Свои... У них там есть программы... Для этого... Для всего... И те ребята... Которые им подходят... Они начинают с ними работать... Вот... И кроме... Такой вот... Воспитательной... Идеологической функции... Те школьники... Которые по окончанию школы... Идут в армию... У них еще и финансовые там есть... Вот... Преференции... Скажем так... То есть... Они что-то получают... Уже заранее... До того как... Плюс... Контракт подписывается... В котором оговорены... Ну и человек... Который хоть чуть-чуть... Прослужил в американской армии... Он уже является ветераном... Вооруженных сил... И пользуется всеми льготами... Которые... Предписаны ветераном... Вот так вот... Строгости какие тут... Полиция вон уже с винтовками... Вышла... Вот так вот... А я пойду отсюда... Ага... А... Так... А я пойду к себе в метро... Так... Работает телевидением... Что-то из новостей передают... Ну... Даже говорить ничего не хочу... Все понятно... Так... Вот это 43-я... Ну и дальше 42-я... Там как раз метро и находится... Осталось мне... Одну стрит пройти... Расстояние между стритами 60 метров... Между авенем... Около 300... 270... Вот это полицейский участок... Действующий... А... Работающий... Если есть вопросы... Можно зайти... Все вам расскажут... Объяснят... У меня вопросов нет... Заходить не буду... Так... И вот... Кто разбирается... NASDAQ... Индексы... Так... Тут мне что-то телефон звонит... Ну вот пока... Говорил по телефону... Пришел... К той же станции метро... Где я был вчера... Times Square 42-я стрит станция... И вот эти вот кружочки и цифры и буквы... Это обозначает ветки метро... Линии метро... Которые... Здесь на этой станции пересекаются... Куда можно сесть... Вот считаем сколько их... Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Шесть... Девять... Десять... Одиннадцать... Одиннадцать веток метро... Пересекаются на одной станции... Вот... Ну все... До свидания... До новых встреч...